Девушки отдыхают Девятиклассница Вероника Михайловская утверждает 30-летний сосед затащил ее в машину, вывез за село и изнасиловал Испуганная девушка никому не рассказала о том, что произошло Родная мать случайно узнала об изнасиловании из личного дневника дочери Наталья Михайловская сразу же написала заявление в милицию Но против насильника даже не возбудили уголовное дело Сам подозреваемый Александр Грыцков утверждает, что он порядочный семьянин А чудовищное обвинение в его адрес клевета Сегодня у нас в студии Вероника и ее родители попытаются добиться правды и наказания для насильника А Александр попробует доказать, что он ни в чем не виноват 14-летняя Вероника долго не могла прийти в себя после случившегося Сегодня Вероника набралась смелости и готова рассказать, как все произошло Здравствуй, Вероника, присаживайся Вероника, ты успокойся Все хорошо Здесь тебя никто не обидит Вероника, попроси Вероника Можно стакан воды? Посмотри на меня Слышишь? Чую Хорошо Сейчас я принесу воды, ты успокоишься, хорошо? Я все расскажу, что это неча зі мною сделала Все Я пошла гуляти До магазина Друг его и он стояли Я не знаю, почему они там стояли То есть вы остались вдвоем с Александром? Да, он спустился Соби спустился, там обрыв Около магазина в нас есть Там крови, что там пасут Не прошла я десять метров, как он очень поважно на верх поднялся Вероника, иди сюда Ось спускаюсь на низ И это перед мною картина В него штани спущені Нижнюю белье спущені И это И это Как там, не знаю, как то Морское називаю То Перед Я унимала Мене мову подняло Я вообще ничего не соображала Может и меня люди осуждали Что я там Не знала про такое Но Когда он сказал Пойдешь еще до меня Обойми меня Я обняла Я совсем ничего не соображала Совсем У тебя не было реакции Убежать, оттолкнуть, защищаться Я что-то совсем У меня штопор, как там кажут Такой шок поразился И встала И он умеял просто У меня мову отняло все Но когда Я его обняла Он меня Вин давай почав цилувати То платье Піддирати Нижне белье Менее стимати И давай це робити Хотів зробити Но когда моя мама Перезвонила В девять часов вечера Вин Неожиданно Дуже зляканим От Зглядом на мене взглянул И сразу давай З мене Підтягувати Из себе все Подожди То есть вот После того, как он стал Тебе раздевать Позвонила твоя мама Да Да И это его остановило Да Да Вин дуже злякався И вот после того, как он снова оделся Позволил одеться тебе дальше Он что-то тебе сказал? Да Вин мені сказав Тільки нікому не кажи Бо як моя жінка знає То получиш матюкнувся На боку пи Не буду казати, що б Ну І на тому ми з ним розійшлися Після 25 травня Я до них не ходила А до 25 мая Ты часто бувала у них в гостях? Почему ты молчала? Почему ты там не сказала об этом маме? Я дуже боялась Боялась чего? Що мабуть уже стадеться И тут Після 25-го того Тільки ты не побачила Я такой Вероніка, я тебя люблю Будешь моєю любовницею І так пошло І оце сексуально в нього не відходило Зовсім Он предлагал тебе стати його любовницей? Так І він знав, скільки тобі лет? Так Я йому другою казала Капюшинка, Настя Він стати відміття Я вийшу слухам І кажа Дойшу, дойшу І все Четвертого серпня Він сказав Вероніка, давай поговорим в машині Я кажу Ми хочемо Так і почав мені в довері влізати Що? Короче, я кажу Ну давай поговорим Ну давай поговорим Я думаю Про що? Тобто ти села к нему в автомобіль? Да Несмотря на всю ту історію ваших отношений Которые були? На всі ті намеки? Знаєте, я ці намеки Я їх, як вам сказати Я ці намеки Я не знала, що це Він, про що він намекає мені Хорошо Вот не розуміла, але села в автомобіль Да По глупості села Увірюємо в мене, що він мене трогати зовсім Пальцем не тронет І? Зовів він машину головне І давай дрімну до лісу Подожди, але коли ти побачила, що він не збирається з тобою говорить Що він везет тебе куда-то Що це було? Давайте посмотрим Він попросив її пхати Вона пхала ще машину Машина потім доверилася, і вони поїхали Тут длигнув це місце Тут поле, тут ліс Допомоги їй не було звідки чекати Допомоги І давай країні штани стягувати Ну що ти так диво? Давай стягувати себе І давай починай я своє діло робити Навалився на мене з моїм тілом І цілувати давай опять Що хочу робити зіплою Давай робити Зробився з моєю ділою Вероніка Посмотри на мене Вероніка, слышиш мене? Слышиш, да? Все, успакуйся Посмотри на мене Посмотри сейчас на мене Видиш мене? Пать, не хотіла я на цьому світі жить Не хотіла Потім я прибегла до дому Передягнулася і пішла на стабок В сусідньому селі Зачем? Втопитися Ну мене зупинило одне А що бути з мамою і з папою Коли я таке зроблю? Я пішла додому Криком кричала Ну, ти правильно поступила Як узнали об цьому твої родителі? Двадцять четвертого чи двадцять п'ятого серпня моя мама знала Моя друженька мамусечка знала Я в своєму днівніку це написала Бо в собі Тобто ти їм об цьому не розказувала? Ти проживала тут внутрі і ділілася тільки з днівніком? Так Написала я Що між мною і цим Рицьковим Цим Подоноком був Секс Я не знаю Ну написала Мене коло ноутбука я його оставила Мама прочитала Мене тихенько-потихенько розпитала Я криком кричала Каже я просто-напросто Йому Перезвоню і сама розпитаю Каже мама не надо У нього сім'я У нього жінка Пожаліла його Я Потім Мама казала Зже в два часа ночі Вона йому написала Семеску того ж дня Ну тої ночі Написала Сволоч суши сухари на тюрму Ответа ноль Какого ти наказання йому хочеш? Щоб він не ходив по свободі Щоб таких людей як він не було Щоб зовсім таких людей не було Я боюся за За дівчатку За дівчатку За дівчатку Вот тут сидять Вони всі Все, Вероника, все хорошо Все, успокойся Вероника, все Я тебе прошу Скільки ти можеш запродовжати? Настя Ти нашу сім'ю опозорила Ти себе опозорила на всі сели Ти думаєш, що ти робиш? Настя Ти молода дівчина Тебе ще чекає сім'я Мене не буде чекає сім'я Ти понимаєш, що це все тобі вернеться? Ти знаєш, що Ми з чоловіком Тобто вона просто стала приходити к вам в дом Так Замечали, що ваш муж проявляє к ній інтерес? Ні Як к жінці? Ні Тобто ніякого сексуального підтримку з його сторони не було? Звісно, і не може бути і не було і не буде ніколи Хорошо, але А вона? Возможно, вона каким-то образом проявляла інтерес к вашому мужу, к сексуальному об'єкту? Рік вона до нас ходила, ходила, ходила Це з червня прошлого року І десь в травні цього року ми, короче, поняли, що щось вона вже зачастила І тим більше я можу бути в хаті Саша щось там на дворі робить Вона стоїть з ним, вона до мене навіть не йде А вона собі з ним, з ним Тобто в якийсь момент вона перестала спілкуватися з вами і почала спілкуватися з вашим мужем? Ні, привіт, привіт, Настя, поки-пока Все, останнє часу вона була Сашою Мені кажуть, що дівчина влюбилась Це по-перше, по-друге Ми їдемо до дому, вона цей день ходить в штанах, наприклад В гольфі тільки 7 часів ми їдемо з роботи Шорти пущі, короче, дуже короткі Топіки і пішла навстрічу Проходи раз На ваш взгляд, вона визивающе одєвалась спеціально для вашого мужа? Звісно Звісно І далі, що я вам ще розкажу Вона йде, знімає від подвір'я почала, ховточку скидає, в руці несе, йде в лівчику і біля слєдущого подвір'я вдіває Я це все вікно наблюдаю, виходжу в Вероніку і кажу, що офігела, ти перед кем тут позіруєш? Настя, я тобі прошу, тільки не бій Я кажу, я тобі біяти не буду, але я ж ти з нами нормально спілкувалася Я кажу, я тобі біяти не буду, але я скажу папі, то будеш сидіти вдома і взагалі не буде Вероніка, було таке? Я просто в шутку сказала, тільки не бій Ні, ти в лівчику була? А знаєш що? А жарко, дорога Могло ли бути таке, що 14-летня дівочка сама спровоціровала це, при цьому не осознаває того, що вона робить? Вопрос до залу Ктось таке робив неосознанно когда-нибудь? Ні! За мене ответив колектив Скажи мені, пожалуйста, Вероніка, ти це робила, тому що було жарко? Да Ви що в мене тут є? Я зрозуміла, що хтось може це побачити Ми що побачили, а її сусідка тож в лівчику ходить, вона до мене не вцеплялася, то що? Тобто, це нормальне положення речей, роздеватися, показувати своє бельє, сосуді? Не, я не показувала, просто скинула просто жарко, знаєте, то що зробити? Ось, коли це все відбувало, коли він починав тебе преследувати, коли він починав заіграти, несправжсім приличним образом Ты боялась этого или тебе это было интересно, ну, в плане вот ознакомления со взрослой жизнью? Говори правду. Я этого боялась, знаете. Хорошо, а скажи вот, Вероника, тебе Александр нравился как мужчина? Как вам сказать? Зараз, конечно, нет. Ну, сейчас понятно, а до этого? Он мне в доверие так вдохся до меня, чтобы сам проявлял до меня такое, говорив. Как-то перейшла такая симпатия до него. То есть симпатия была такая? Ну, как-то там... Знаешь, вот у нас есть видео твоего письма, которое ты написал Александру. Давайте посмотрим. Ты знал, как я к тебе отношусь. У меня сердце болело, когда я смотрела на твою жену, что она беременна. Да. Две раза душа болела. Кого я, дура, любила? За тебя я хотела умереть, чтоб ты сдох. Запудрил ты мне мозги, урод. Моя молодую голову не хотела не слушать. Мне мама моя родная говорила не ходить к тебе. Ты идиот. Мне говорили, что ты бросишь свою родную жену. Мне говорил. Говорил, говорил. Да, говорил, что ты бросишь свою родную жену и будешь только со мной. А я, дура, верила. Но теперь я не желаю видеть и слышать тебя. Ты говоришь всем, что у нас ничего не было и так далее и тому подобное. Ну, вот смотри, здесь мы видим, что ты очень так вот, ну, обвиняешь его. Да. Это правда. Я бы назвал, что... Я бы это письмо охарактеризовал как девушке, которая ревнует. Обиженная женщина, которая страдает из-за того, что ее любимый живет с другой женщиной. Согласна, коллеги? Ну, это правда? Ну, так-то трохи и ревнувала. Ну, что же, знаете, я ее вот у нас... Подожди. ...обожала. Так что значит ревнувала? Ну, как вам сказать? Ну, так и скажи. Что? Не знаю. Ну, это были отношения какие-то. Ты можешь так это назвать? Плохие, хорошие, но отношения. То есть у вас вы встречались? Нет. Отношения между вами были? 4 числа, да. До 4 числа. Ты хотела, чтобы он бросил жену и жил с тобой? Я ему не признавалась в таком. Я хлопцам не признаваться, не спиралась. Зайчик, еще так, зараз скажу. А ты не могла себе это все в зошитку там пофантазовать? Нет. А мама это випадково побачила и ты уже, может, якось... Знаете, нет. Ну, этот вопрос лучше адресовать психологу. Наталья, могло такое случиться? Да, такое могло случиться, потому что в подростковом возрасте гормональная система и вся физиология ребенка, она работает таким образом, что, скажем так, реальность он может искажать и искренне в это верить. Даже настолько подробно и детально искажать реальность. Просто это очень важное допущение, ведь из-за этих, ну, если это кажется придумываний, фантазий, человек может сесть. Александр будет сидеть. А вы знаете, да, что это статья, которая, в общем-то, не очень популярна в местах лишения свободы. Сколько? В данном случае, человек может сесть от семи до двенадцати лет. От семи до двенадцати? Давайте пригласим человека, который точно знает, какие есть доказательства. Это мама Вероники. Наталья Михайловская. Встречайте. Смотрите, дорогой, потому что сейчас получит. Думаю, что я. Сразу очи так ховаль. Ховаль, ховаль. Здравствуйте, Наталья, присаживайтесь. Мама, вот, смотрите. Слово, дочитие. Спокойся, дитя. Ой, что? Тихенько. Тихо. Я тебе кладу. Олда сказала, что я тебе кладу. Если ты мою дитину еще раз назвешь, я не виновата, что у тебя Саша такой. Наталья. И нет, что на мою дитину так говорить. Не говорите на меня. Питай из него. Не говорите на меня. Настя, питай из него. Хорошо, все. Присядьте, пожалуйста, туда. Что по поводу? Я думаю, так будет. Наталья, вы первое узнали о том, что произошло. Что произошло с Вероникой? Да, я узнала. Расскажите, как это произошло. Что именно было написано? Что именно было написано? Тихенько, тихенько. Не думаю, что... Не думаю, что надо. Не думаю. Спокойся. Тихенько. Дай ты ему не ехать. Не надо мне. Не хочешь. На успокоительный. Не хочешь. Мне уже ничего не поможет. Не хочу. На таблетку. На. Не плачь. Дима, я не могу не прокомментировать, что как только появилась мама, истерика усилилась. А о чем это говорит? Подождите сейчас. А о чем это может говорить? То есть есть такое понятие. Уберите зрителя, истерика закончится. Потому что я эту историю слышала, она мне рассказывала спокойно два раза. То есть это очень странно, когда человек рассказывает. Я работала с людьми, которые переживали насилие. Человек не может от начала до конца рассказать эту историю за один раз. Когда он рассказывает три раза спокойно, один раз такими как бы эмоциями, то... Я здесь есть доза выплачала, понимаете? Наталья, вот здесь прозвучала гипотеза о том, что ваша дочь эту историю придумала. Вы как считаете? Нет. Я ничего не видела. Она и в милиции это рассказывала, когда нас допрашивали. Хорошо, давайте вернемся к дневнику. Что именно там было написано? Там было написано за 25-е, 05-е, что у нее был секс. И за 4-е августа. А смотрите, у меня вот к вам вопрос. Был секс или было изнасилование? Так, там было написано, что был секс. То есть о насилии и изнасиловании речи не было? Там было написано, что секс. Секс. Но смотрите, вот если это было по обоюдному согласию, то это один вариант событий. Если там было насилие, это совсем другое. Вы понимаете разницу? Я понимаю разницу. Но так как она мне рассказывала, что он ее... То есть вы просто поверили дочери? Да, я завез ее и руки держал вот так вот. Вот это все она мне рассказывала. И вы ей поверили? И написали заявление? Как вы думаете? Сегодня у нас в студии есть адвокат Александра, который читал этот дневник. Я бы хотел услышать ваш комментарий об этом. Добрый день. Вероника посылается на то, что зготывание мало места в транспортном засобе. Был проведенный огляд всего транспортного засоба. Также в транспортном засобе не было виявлено никаких ознак зготывания. Ну конечно, то Гогенька вычислила уже. Сегодня складывается из любовных записей Вероники по отношению к Александру. Сегодня есть вопросы о какой-то секс у нее с кем-то. И я бы хотел... Я бы хотел с вашего дозвола задать одно запитание. Таша, на Таврия. Но еще на Таврия. Вы с дотей брешете нахуй. У меня простой вопрос. Скажите, а как вы считаете, или по материалам, или ваша личная точка зрения, у них отношения сексуальные вообще были или нет? Ни, их не было никогда. То есть их изначально не было? Даже сексуальных отношений не было. Ни каких сексуальных отношений между Александром и Вероникой никогда не было. Не то, чтобы насилие вообще даже по доброй воле секса между Александром и Вероникой не было. Не было. И дополняючи эту ответственность, я бы хотел задать одно запитание Вероники. И хочу отримать на него ответственность. Скажите, пожалуйста, у вас были интимные отношения с любыми человеками до того момента, как вы считаете, что... Я хочу сказать про то, что в материалах переверки, яке проводила следствие, есть судово-медичный висновок. И установлено этим висновком про то, что Вероника втратила цноту за несколько месяцев до того, как она стверждает про то, что... Какие ложь! Зараз расскажешь! Аблокат брехневый! Двадцать, подчекайте! Зараз расскажешь! Зараз расскажешь! Зараз расскажешь! Нитребасисты, будь ласка, прошу, седайте. Я расскажу! Седайте. Получается как? Так вот, в твоем дневнике написано, что первый секс у тебя был четвертого июля. Я сейчас все расскажу. Но оказывается, что был раньше. Когда? Двадцать пятого, травня. Всем уродом, племени Саша. Ты же говорила, что не было. Ты же рассказывала здесь. Я просто это скрыла. Скрыла. Подожди, а зачем ты это скрыла? Знаете, что? Когда едет я давала, я думаю... Нет, сейчас, вот сейчас, когда ты сидела на этом диване и рассказывала мне о событиях двадцать пятого мая, ты сказала, что ничего не было. Я боялась рассказать. Сейчас-то чего? Думаю, сейчас все меня осуждают, что я такая и всяка. Но сейчас я расскажу, все расскажу. Подожди, так получается, если двадцать пятого мая был секс... Почему же ты тогда с ним села в автомобиль еще раз? Это вопрос. И вот тогда... Он не уверен, что до меня цепляться не будет. Хорошо, это мы уже слышали. Но получается тогда что? Что вот двадцать пятого не было изнасилования? Это было по обоюдному согласию? Не было по согласию. Зовси не было по согласию. Я его толкнула. Но моя мама перезвонила. И он перестал это делать. Перестал. Просто перестал. Дима, можно я задам вопрос маме? Пожалуйста. У меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста. Вы допускаете хоть маленький процент, что это может быть ее фантазия? Нет. То есть вы верите ее словам? У вас очень доверительные отношения. Она очень многим уже людям об этом рассказывает. Но это не аргумент, понимаете? Я вам хочу просто сказать одну вещь. Если бы вы допустили момент сомнения, и у нее был бы шанс отступить назад, то тут было бы легче выяснить правду в тех моментах, где она однозначно преувеличивает. Вы понимаете, что если вдруг это окажется ошибкой, реально пострадает невиновный человек. Если он виноват, пускай несет всю ответственность. Согласно закону. Но если вдруг он не виноват, вы понимаете, что вот это очень тонкая грань. Не только он пострадает, его ребенок пострадает. А я не дитя, она не. Я проститутка по ее словам. Это я сейчас к вам. Это я сейчас к вам обращаюсь. Мать, ты б***ь. Она почему-то утверждает именно он. Почему он не на пятом, а не на десятом? Не знаю. В то, что это не выдумки Вероники, верит также ее отец, который готов прийти к нам в студию и высказать свою точку зрения на происходящее. Встречайте, Олег Михайловский. Здравствуйте, Олег. Папа, дожди пару. Что п***я пушка? У меня детина шляпит. Ты не лепся, б***ь. Ты сам знаешь такую зрубку. Ты б***ь, ты сам натуральный, б***ь. Я пересиматься за головой. А теперь люди добрые, слушайте, где ты адвокат хороший? Садитесь. Присаживайтесь. Где, слушайте, теперь у меня? Сюда. Все. В этих документах заключения консультативные, которые ребенок проходил в Хмельницком областном психоневрологическом диспансере. Когда мы просили работников милиции направить нас на заключение. И? Чтобы мы... Нет, нет. Смотрите, а давайте так. Вот можно ваши документы? Нет, давайте я буду по порядку рассказывать и показывать. Смотрите, у нас здесь есть сотрудник правоохранительных органов. Нет, знаете, я уже сотрудником правоохранительных органов. Дима, можно сразу комментарии? Ну, вот давайте по каждому документу. Прошу. И сразу комментарии. Мы не знаем, от чего конкретно это может быть. Может быть от того, что она сама себя так уже довела. То есть человек может себя самостоятельно накрутить до состояния, которое может именно так диагностироваться. Я согласен с вами, что это можно накрутить. Я согласен, что можно это... Знаете, что он сказал, когда за это все завершилось, за это шоу? Что если против меня хоть кто-то пойдет на телевидение, хаты попалю, детей порежу. Что ж ты брешишь? Ты же бреши, мэш. Все люди сидят. Вон Саша пишет. Саша. Хорошо. Это правда, что отец Вероники угрожал? От кого? Ну люди говорят, ведь думаете, что я сам приехал в Керудин? Вы думаете, мало желаешь? Хорошо. А почему? Я же скажу. Весколько это меня не было. Подожди, стоп. А почему один приехал? Ну, просто они развлекались, запуялись ехать. Олега испугались? Да, да, да. Запугался сегодня. Да, извините, пожалуйста. Давайте, я что получается, монстр. Сейчас у меня вопрос к вам, Анастасия. Скажите, вы пробовали решить этот вопрос мирно? Вы предлагали? Не пробовали? По-перше, когда до нас позвонили, сказали, что ты до Саши позвонили, ты изнасиловала Веронику, разберись с ними, как-то так, без милиции. Саша сказала, она мне уже в Печенках и без милиции не будет. Из-за того, мы поехали першим в милицию. Нет, нет. Ну, правильно. Стоп, стоп, стоп. Сейчас я услышу вашу точку зрения. Я бы хотел, чтобы Анастасия договорила, хорошо? Хорошо. Кольуша, она начала. То есть вы первые поехали в милицию? Мы поехали в милицию написать заявку. Почему вдруг вы решили ехать в милицию и писать заявление? Потому что до нас позвонили и сказали, ты изнасиловала Веронику. Давайте услышим еще одну точку зрения. И я бы хотел, чтобы ее высказал человек, который непосредственно причастен к тому, что здесь происходит. О, нет. Вот я его раздыхаю. Хай показывает, Боже. Хай показывает. Я... Ну ладно. Итак, встречайте, Александр Грицков. Своё, шляшки. Не могу. Присаживайся. Я вообще примерный семьянин. И семья... Людьмы? Это примерный семьянин. Это алкаш оконченный. Олег. Я тебя сама собью, блядь. Саша, сядь. Ты падла, блядь. Засуганная, блядь. Боже, боже, а? А подожди, я бы ее носила. Тихо. Присаживаемся все. Что? Заберите дитину. Успокойся, дитину. Тихо. Ты же сделал это, Павло. Ты же признав это. Стоп. Ты же признав это. Отойди отсюда. Отойди. Я бы тебе руку, беднятый, я тебе сказал. Педофил ты, бляха, муха. Что? Все, присаживайтесь. Мероника, иди сюда. Я не боюсь этого сказать на всю Украину, на весь вид, что ты педофил. Понимаешь? Ты же изрубился. Ты же изофреник, понимаешь? Сэнфи, ты без справки, я ты в психусти лежал. Сейчас все... Все. Спокойно всем. Спокойно. Хорошо. Так. Я знаю, что я тебе скажу, бляха. Стоп, стоп. Сейчас все отвечаем на мои вопросы. Хорошо. Будут четкие вопросы, на которые я хочу слышать конкретные ответы. Хорошо? Александр. Да. Мы достаточно долго слышали обвинение в ваш адрес. Как такое могло произойти? Мне даже в то время, когда Вероника начала к нам ходить, люди уже говорили, не связывайся с ней, не пускай ее к себе домой. Почему они вам это говорили? Потому что они знают... Я живу в этой деревне пять лет. Мне говорили люди, которые здесь родились и которые знают эту семью лучше, чем я. И мне говорили неоднократно. Я езжу каждое утро и вечером на работу в город. Хорошо. А почему вы не послушались советам людей? Потому что я такой человек. Мне эти люди ничего плохого не сделали. И у меня не было основания, чтобы что-то против них предпринимать, что-то говорить. Хорошо. Ну, смотрите, вот Вероника рассказала нам здесь о вашей сексуальной связи с ней 25 мая и 4 июля. Что из этого... Августа. Прошу прощения, августа. Августа? Да. Просто в милиции написано июль. Ну, неважно. 4-го числа, 25-го и 4-го числа. Так вот понятнее будет. Это правда? Это правда, что вы ее вывозили вот туда? Дима, можно я вмешаюсь? Я не могу просто сдержаться. Я хочу обратиться к родителям. Поверьте, это сейчас уместно. Дело в том, что не может человек, которого изнасиловали, хлопать своему насильнику и кричать «Браво». Даже в шутку. Понимаете? В шутку. Вы ее не насиловали? Тогда спрошу по-другому. У вас секс с ней был по обоюдному согласию? Насилия не было, вы ответили. Секс был. Никаких отношений интимных у меня с ней не было. Вопрос лично к вам. Есть все доказательства, которые... Вернее, ничего нету против меня. Когда ты успокоишься? Ты можешь сейчас людям, всем в зале сказать, когда ты успокоишься? Когда ты будешь наказан. Для того, чтобы поставить для себя точку в этом вопросе, ну и я надеюсь, что для вас это тоже будет аргументом, я предлагаю Александру пройти детектор лжи. У нас есть профессиональный полиграфолог, который готов это сделать прямо в студии. И вы уже через какое-то время узнаете результаты того, что скажет Александр. Вы пока подумаете, готовы ли вы к этому. А я бы сейчас хотел обратиться к Олегу. Олег, Олег, внимание. Олег, если вдруг, я не знаю, что будет, но если вдруг окажется, что он не виноват, вы готовы извиниться перед ним? Готов. Хорошо. Тогда пускай будут отвечать работники правоохранителей. Тогда пускай отвечают те, кто должен отвечать. Сейчас мы конкретно говорим о конфликте между Вероникой и Александром. Итак, Александр, вы готовы? Да. Хорошо, тогда сейчас прошу вынести в студию все, что необходимо для того, чтобы пройти тестирование на детекторе лжи. Процедуру проведет профессиональный полиграфолог Владимир Кузьменко. Значит, ознакомьтесь, здесь бланк заявления добровольного письменного согласия. Без него я с вами работать не имею права. Владимир, откомментируйте, что вы сейчас делаете. Значит, сейчас на нашего обследуемого одеваются специальные датчики, которые снимают и регистрируют показания физиологических изменений организма. Вот, они передаются на монитор ноутбука в качестве специальных, так называемых, полиграфов. Владимир неоднократно демонстрировал свой профессионализм в рамках проекта «Детектор лжи», поэтому его результатам я полностью доверяю. Скажите, вы готовы? Да. Скажите, ваша фамилия Ивахненко? Нет. Это был тестовый замер, а сейчас мы зададим те вопросы, на которые мы хотим получить ответы. Так, проведем. Когда, я извиняюсь, когда было само происшествие по времени, Александр? А я откуда знаю? Вероника, когда это было? По времени. Имеется в виду... По времени, когда это было? Не по числу. Почек, да, я скажу. Нет, не число, время суток, да, вы имеете в виду? Не-не-не, хотя бы месяц. Месяц. Бум. Май. Другой, что сказать? Первый раз или второй раз? Первый раз май, второй август. Это важно. Я буду тестировать человека, я отвечаю. Май, не август. Ответ отца следующий. Это месяц май и месяц август. Александр, значит, мы проведем с вами тест. Какие преступления, возможно, вы совершали за последних четыре месяца? Вы имеете отношение к терроризму? Нет. Вы распространяли умышленные генерические заболевания? Нет. Вы вступали в интимные отношения с несовершеннолетней без ее согласия? Нет. Вы сейчас сидите на стуле? Да. Вы употребляли наркотики? Нет. Вы совращали несовершеннолетнюю? Нет. Значит, исходя из анализа физиологических реакций Александра, максимально стрессовые изменения в его организме произошло на вопрос, вы употребляли наркотики. Все остальное, все остальное абсолютно ровно. Употребление наркотиков – это отдельная статья. У вас нет к нему претензий по поводу того, что он употребляет наркотики? Нет. Хорошо. Смотрите. Я вам задам вопрос. Вот, Владимир, вам. Да. Здесь есть несовершеннолетний подросток, девочка Вероника, которая обвиняет его в том, что он ее изнасиловал. Что это было дважды. Скажите, по результатам теста Александр имел сексуальное отношение с Вероникой с несовершеннолетней девочкой? Он ее насиловал? На вопросы, вы вступали в интимные отношения с несовершеннолетней без ее согласия. Для Александра это одинаково. Точно такое же он отношение имеет к терроризму, к распространению венерических заболеваний. То есть нет? Нет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Секунда. Олег. Ну, тут... Стоп. Олег. Слово давали извиниться? Ну, если будут полностью все. Какие все? Я готов извиниться. Сделайте. Я извиняюсь. Но если действительно я сейчас извиняюсь. Но если действительно будут доказательства фальсификации дела работников правоохранительных органов... Претензии к работникам правоохранительных органов. Будут. Да. Перед тобой я извиняюсь. На данный момент я извиняюсь. Отлично. Вот еще женщина, которая пострадала в акт наскорблении. Я так же извиняюсь. Наталья. Наталья. Как вам эта ситуация? Вам тяжелее всего. Потому что, ну, оказывается, что вот все то, что происходило, все это плод бурной фантазии вашей дочери. Нет. С кем? Скажи. Я ни с кем не была. Но вот этот урод, не бачите за выражение. Ну, извините. Почекай, папа. Я здесь своими дружками ехал. И сказал, вставал около меня, папа, почекай, около меня вставал машиной и труба. Казал, давно встречала за катраком. И все дружки чули. То есть у ребенка появились чувства, она не знает, что с ними делать. Она придумывает историю. Ну, вы меня извините, но это классика. Эта склонность к истеричности будет только развиваться. И у вас есть живой ребенок, и у нее проблемы есть, понимаете? Есть проблемы. Но эти проблемы, что-то никто не обращает. Эти проблемы должны решать только вы. Вы отец. Понимаете? Вы отец. Олег, вот посмотрите. Вот обратите внимание на то, что здесь происходит. Я думаю, Наталья со мной согласится. Вот если бы сейчас официально полиграфолог заявил, что секса не было, если бы это было ложью, вы представляете, какую бы истерику закатил человек, которого умышленно обвиняют в том, что он врет. Вот его изнасиловали и не хотят это признавать. Сейчас официально все с этим согласились. А реакция вашей дочери очень осторожная и аккуратная. И такие случаи происходят. У нас все было гораздо глобальнее. У нас обвинения выставили против учителя в школе. Тоже девочка на заре полового созревания. Реализовывалась, фантазировала у себя в дневнике. Да, пацаны, все нормально. Не только мы фантазируем, девочки тоже. Это все хорошо. И самое страшное то, что ребенок верит в это. А когда ты сильно веришь в это, все принимают это за чистую монету. А как жить учителю? Ведь все будут за маленькую девочку на самом-то деле. Кто поверит взрослому? Я с сочувствием отношусь к обеим сторонам. Потому что здесь еще будет долго продолжаться такая реакция. А от клеветы отмыться очень тяжело. Прошу. Есть такая статья, как неправдивая поведомление про злочин. Есть статья, что до захисту чести и гидности. И вы особенно несете в данном случае материальную ответственность. Александр, вы планируете устраивать какие-то репрессии в сторону Олега? Сейчас, когда он попросил прощения у вас, у вашей жены. Вы как планируете себя вести? Я планирую, если этот человек успокоится, не будет больше трогать мою семью. Я ничего против него принимать не буду. То есть за клевету? Не, не надо. Я понимаю, что проблема есть. Я не хочу трогать и еще больше это понимать. Хорошо. Олег, Наталья, вот вместо того, чтобы сейчас искать виноватых в том, что происходит с вашей дочерью, просто сосредоточьтесь на ее воспитании, на ее поддержке. Мне кажется, она нуждается в определенного рода психологической коррекции, если вы не хотите в будущем иметь подобных проблем. Потому что, к счастью, дело не зашло слишком далеко. Я бы очень хотел, чтобы вы меня сейчас услышали и поняли. Я услышал. Вероника, ну, навряд ли ты это делала со злым умыслом, навряд ли ты знала, что все это вот зайдет так далеко. Я тебе рекомендую не выдумывать того, чего нет, найти нормального парня, построить нормальную семью. И это очень хорошо, вот, кстати, очень хорошо, что оказалось, что никто не насиловал вашу душу. Мы попытались расставить все точки в этой истории. Я надеюсь, что нам это удалось. Я искренне надеюсь, что конфликт между вами закончится. Я надеюсь, что он исчерпан, а вы найдете в себе силы и ресурсы по-настоящему помочь своей дочке. Спасибо всем за обсуждение этой темы. Историю маленькой Люси обсуждает весь Севастополь. Ведь до сих пор никто не может понять, кто на самом деле виноват в смерти ребенка. Это последнее видео Люси Бариновой из Севастополя. Такой счастливой и здоровой ее мама, Ольга Баринова, оставила дочь на свою подругу, Ольгу Гребенюк. А сама уехала на 4 месяца на заработки в Чехию. Но уже через месяц Ольга Гребенюк нашла в собственной квартире маленькую Люсю мертвой. Лежала она здесь, на подушке. Подушка здесь лежала она. По предварительной версии следствия, девочку жестоко избили. Ей нанесли 23 удара тупым предметом по голове. А смерть наступила от тяжелейшей черепно-мозговой травмы. Я хочу, чтобы кто-то ответил за смертное вредо. Все жители Севастополя шокированы этим чудовищным убийством. На похороны Люси пришли сотни неравнодушных. Не было только родной матери. Ольга Баринова не захотела выезжать из Чехии, боясь потереть визу и выгодное место работы. Все, что сделала родная мать, отправила на похороны единственной дочери 200 долларов. Сегодня в нашей студии мы попробуем разобраться, кто на самом деле виноват в смерти Люси. Родная мать, которая бросила девочку на чужого человека. Или подруга, которая не смогла ее уберечь. И сегодня в этой студии мы вместе с экспертами попробуем во всем разобраться. Наши эксперты. Детский психолог Анна Бабкова. Начальник службы по делам детей Киева Николай Кулева. Победительница проекта «Танцуют все, которые много лет вынуждены были работать за границей» Наталья Легай. Певец и звездный папа Василий Бондарчук. Актриса Оксана Григорович. Адвокат Михаил Крисажнёк. К нам уже готова выйти наша первая героиня. Именно в ее квартире нашли мертвую четырехлетнюю Люсю. Именно Ольгу и ее детей следствие подозревают в этом убийстве. Встречайте, Ольга Гребенюк. Здравствуйте. Ольга, присаживайтесь. Это действительно шокирующие события, я думаю, и для вас тоже. Расскажите, что произошло. Ну, как бы, с чего начать, даже не знаю, если честно. Каким образом девочка оказалась у вас? Мама Люси, этой девочки, мы вместе с ней учились. И просто получилось, как бы, расстались, ну, там, с 96-го под 99-й год. Вот. Потом, когда снова встретились, это уже 2012-й год, когда Ольга сюда приехала в июне месяце. То есть вы, в общем-то, не близкие, а по друге просто, ну, там, здоровались, если виделись, да? Мы учились в одной группе просто, да. Ну, это было давно, как бы, очень... Ну, так, знали, там, по разговорам друг друга, что там, как жизнь продолжается, и все. А так бы... Ну, вот в июне мы с ней, как бы, столкнулись с Олей. Она приехала сюда, ну, по своим личным делам. Приехала откуда? С Чехии. Как-то так еще дым-сюдым, а потом упростила меня, чтобы ребенок остался со мной. Почему? Потому что, как она выяснила... А почему именно с вами? Ну, в общем, Максим, ее родной брат, отказался от Люси, потому что, как он выразился, там, ну, у него жена гражданская, там, двое детей. Вот. А больше, как бы, ей отдать было некому, как она сказала. Ну, вот, получилось так, что я пожалела и взяла. Это не смутило ситуацию, что вот, родная мать отказывается от своего ребенка, говорит, другие брать не хотят. А может, вы и возьмете? Ну, не знаю, знаете, есть такое понятие, как жалость. То есть вам просто стало жалко девочку, которая никому не нужна? Нет, ну, понимаете, когда 26 июня, допустим, Оля мне ее оставила, ну, вот, ребенок поехал со мной, да, буквально там 10-15 минут времени, да, я стала мамой. Заходит мой гражданский муж с работы, он стал папой, понимаете, она его ни разу не видела. Стала мамой и папой, это вы имеете в виду, что ребенок сразу начал называть вас мамой, а вашего гражданского мужа папой? Ну, да, просто получается так, что, как я говорю, Люсенька, а почему ты, говорю, называешь меня мамой, если я не тебе не маму, тебе и своя мама? Ну, он говорит, у меня мама Оля есть, которая в Чехии, мама Люба, папа Максим, мама Оля и папа Дима теперь. Получается, каждый взрослый, с кем она оставалась, для нее автоматически становился мамой либо папой? Ну, получается, что так. Дмитрий, можно вопрос? А сколько у вас своих детей? Пятеро. Пятеро своих детей. Вам-то зачем, учитывая, что у вас никаких родственных отношений, что это, по сути, ну, чужой для вас человек, просто знакомая какая-то. А вы скажите, дети чужими бывают? Ну, вы знаете, это такая затертая, заезженная фраза. Ну, я, давайте я вас сейчас поведу в интернатное учреждение. Да я и оттуда всех понахватаю. Не, возьмите всех детей. Пожалуйста. Ну, я бы вам не дал, учитывая пятерых детей, я вам ребенка-сироту не дал бы. А сколько вашим детям лет? Одиннадцать, десять, семь. Одиннадцать, десять, семь. Половина и полтора. То есть самые старшие? Одиннадцать, да. Одиннадцать. Вы справляетесь? Вполне. Родная мать оставила вам своего ребенка. Вы согласились присмотреть за ней из чувства жалости. Родная мать вам оставила какие-то там вещи, документы, медицинскую карточку, деньги? Рассказала о каких-то особенностях этого ребенка? Да нет, ну все. Тогда вопрос к вам. А сколько вы зарабатываете? Я в декретном отпуске. То есть вы не зарабатываете? Ну, я получаю пособие на детей, а также получаю алименты. Как же вы собирались содержать еще одного ребенка? Ну, а что там? Вот тарелки супа или там куски хлеба что? Какой-то там... Вот не могу спокойно сидеть, потому что у меня своих четверо детей. И, имея пять детей, ну, по сути, четверо и пять, я хочу сказать, многие считают, что разницы нет. Есть большая разница, потому что ребенок, это же не собачка, который, ну, что мне, тарелки супа, знаете, вот четверо не доело, отдадим собаке. Тем более, какого возраста был ребенок? Четыре года. Это же вопрос не только кормления. Это вопрос и там детского садика, и покупки вещей. Она же не на неделю ушла, не на две. То есть, мама уехала на продолжительное время. Вы, не имея достаточно пропитания, одежды, и для своих собственных детей, просто вот так вот бездумно принимаете еще шестого ребенка в семью. Поэтому для меня это непонятно. Хоть вы мне говорите, что это естественно, подумаешь, ну, все равно, все равно не могу понять, почему. Ну, почему вы не можете понять? Смотрите, Оля, так получилось, что вы договаривались о том, что мама девочки вернется через четыре месяца. Сколько Люся прожила у вас до трагедии? Ну, получается, месяц там с копейками, месяц и неделя где-то так. Ну, полтраку поговорим. И что произошло? Расскажите, как вы узнали о этой трагедии? Как узнала? Я была дома, не играли, все было нормально, прыгали. Ну, знаете, когда дети стягают с диванов, там, ну, дурацкая такая, да, если соглашусь, это привычка, там, прыгание, скакание, вот этими гранями, этим палками и так далее. Прыгали, прыгали. Они втроем прыгнули, посмеялись вроде, разбежались, все нормально. Раздала по тарелке, говорю, так, я говорю, туда-то, туда-то, говорю, сейчас буду, хорошо. Все. Прошло, ну, времени минут сорок, блин, мне позвонила дочка, говорит, я не знаю, что делать. Вот, я говорю, Настя, я бегу, все, я все побросала, побежала, бегом, блин, в плач и в истерии. А что сказала Настя? Говорит, мама, она какая-то синяя, она задыхается, я не знаю, что делать, мамочка, что случилось? Я бегом полетела, прибежала, вот она лежит синяя. Я, естественно, стучу в дверь к соседке, говорю, вызывайте скорую, мне страшно, блин, ребенок глаза закатывает. И я просто вот как встала делать дыхание в рот, потому что ребенок вдыхает и синей дальше, ну, что еще? Это минут 30 делали. Оля, у нас есть видео, где вы рассказываете о том, как это все было, и это видео с места происшествия, давайте посмотрим. Жалуюсь здесь, на подушке. Ты же не больная? Подушка здесь лежала, не больная. Реально, я не... Я не смогу счастливать. Рассказывать там по протоколу это одно, а показывать, если зритель, это другое. Я не могу. Я представляю общую картину, как это все происходило. Становится еще хуже. Когда вы забежали в дом, девочка была еще жива? Ну да, она была жива, потому что она дышала. У нее губы были синие, блин, она вот так делала. Ну, в общем, страшно. Глаза закатывала, я, в общем, сильно перепугалась. Я вызвала соседка в скорую. Пока приехала в скорую, я все это время стояла просто возле нее на коленках, делала искусственное дыхание, делала прямой массаж сердца, делала все что угодно. Ребенок умер у вас на руках практически? Практически. Потом милиция, нас забрали с детьми в Гагаринское РУВД, там стали допрашивать что-то там. Детей в одну комнату увели, меня в другую комнату увели. Потом начали меня сначала обвинять. Потом сказали, что это мои дети. А на ваш взгляд, что произошло? Почему Люся умерла? Я не знаю, честно могу сказать. Я не медик, не судмедэксперт. Может, из-за того, что упала. Понимаете, я сколько раз задаю от милиции одни и те же вопросы. Вот они мне говорят, вот, там твои дети там стукнули ее, поэтому там вот побили ее, поэтому она умерла. А скажите, как так получилось, что вы оставили детей одних? На кого вы их оставили? На дочку 11-летнюю. Она у меня довольно-таки взрослая девочка. 11-летняя? Да, у нее мобильный телефон. Вы считаете, они способны там проконтролировать то, как эти дети там будут себя вести? А если вдруг какая-то внештатная ситуация произойдет? Ну, вообще-то, когда я обычно выхожу, я, допустим, все кулющие и лежу, все предметы больше убираю. Потому что я довольно-таки тоже взрослый человек и понимаю, что это такое. Оль, скажите, а ваши дети, они спокойные или взбалмошные? Знаете, есть такое понятие, как чертенок с пушистым хвостом. Знаете, есть такое. У нас тут видео, как они играют. Я так понял, это рядовой день, обычная игра. Но вы меня извините, это похоже на какой-то зоопарк и клетка с макаками. Они только какашками не бросаются. Ну, как по мне. Посмотрите на это видео. Тут, в принципе, травматизм, наверное, стопроцентная вероятность получить какую-либо травму. То есть тут даже убивать никого не надо для того, чтобы ребенок мог получить травму несовместимую с жизнью. Дети ладили, ну, вот с девочкой? Они хорошо дружили, общались? Не было там такого, что неприязнь такая была сильная? Нет, поначалу, я говорю, она была для них идеальной куклой. Знаете, меня вот снова здесь поначалу смущает, а потом что-то изменилось? Да, почему? Чем больше я внимания делала Люсе, тем больше они начинали просто на нее срываться. Знаете, было такое, что, допустим, я начинаю что-то там с младшим, со своим полуторагодовалым. Начинаю плакать, что, допустим, вот меня никто не любит. Естественно, я буду ей больше внимания уделять. Просто единственное, что были, да, укоры такие, что вот, мам, почему ты ей вот покупаешь это, почему ты покупаешь ей то, почему ты вот с ней там туда, почему ты с ней сюда. Ну, пыталась как-то объяснить, ну, как все равно какая-то была ревность такая детская, что вот, а, значит, ты ее больше любишь, там, это наша мама, это не твоя мама. То есть все-таки отношения были натянуты очень сильно, да? Да, потом, да, вот они, как бы, первый день недели, как бы, знаете, там, кукла маленькая, все, поиграться там, как сестра. А потом, ах, вот так вот ты с нами, ты ей больше уделяешься, там, с ней туда ходишь, ты с ней туда, ты ей то покупаешь. Но вы же взрослый человек, вы же понимаете психологию ребенка, что все очень собственники большие, да? У нас есть видео, которое описывает то, как ваши дети относились к Люсе. Давайте посмотрим. Мне не нравится, когда она тупала ногами, говорю, мама, покупай мне, мама, купи мне это, купи мне это, и мне покупай. Начала тупать ногами, психовать, когда мама не слушает, когда она не слушает, что мама ее жалеет, что мама ее за это не ставит в угол, по жопе не бьет ее. Что мама покупала, ну, сладкое, ну, а бывало, она мне покупала. Смотрите, Оль, получилось как? Вы взяли на себя ответственность за жизнь еще одного ребенка. Вы знали о том, как ваши дети относятся к Люсе? Когда я спрашивала, было все нормально. У нас есть интервью с сотрудниками правоохранительных органов, которые говорят о том, в каком ключе работает следствие, и какие версии сейчас рассматриваются. Давайте посмотрим. В 19.40 поступило сообщение о смерти несовершеннолетнего ребенка малолетнего в возрасте 4 лет. Причина предварительной смерти – это терпомозговая травма, связанная с отеком головного мозга. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 115, части 2 пункта 2 уголовного кодекса Украины, умышленное убийство малолетнего ребенка со стороны несовершеннолетних детей. Вы понимаете, что рабочая версия – это убийство Люси вашими несовершеннолетними детьми? Умышленное. Во что можно было играть, чтобы нанести черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью? Ну, вы же видели, во что играют ваши дети? Они постоянно бегают и бесятся. То есть они бьют друг друга? Они роняют друг друга? Толкают, да, друг друга. То есть это, по сути, было насилие над ребенком, потому что он попал в другую среду, которую не смог противостоять, потому что вот новые родители, вот куча детей, которые могли делать все, что они хотят. То есть ребенок был под постоянным давлением. Здесь мы видим маму, которая вообще не понимает, что это ненормально. То есть есть дети, которые делают все, что они хотят, роняют друг друга, бьют друг друга. Знаете, вот, Николай, все было бы хорошо, если бы вот из-за этого непонимания не погиб ребенок. Вот в чем проблема. И хотелось бы разобраться, кто в этом больше виноват. Ольга, которая, не подумав, взяла на себя ответственность заботиться о ребенке. Или мама? Следующий гость в нашей студии поможет нам разобраться в том, что же произошло на самом деле. Это бабушка Люси, девочки, которая погибла. Встречайте, Татьяна Цветкова. Татьяна, здравствуйте, присаживайтесь. Оль, ты убийца моего ребенка, и ты за это ответишь, понимаешь, перед людьми, перед Богом. Потому что, что бы ни было, нельзя обижать и убивать маленьких ангелов. Это про... Я не... У меня слов нет. Слов нет. И вся ваша семья... Татьяна, вы присядьте. Хорошо. Ее дети прижимали пальчики в дверях, чтобы моя Люся не убежала. Одевали ей теплую куртку, били палками. 23 удара по голове. Это только начало. У вас сейчас в руках... Здесь не написано. На основании в морге делали экспертизу, и там сказали, что два дня не кормили ребенка. Здесь просто написано, травмирована тупым предметом с целью убийства. Знаете, у меня такое впечатление, что вы с чехи на раз подзорную трубу смотрели. А что же вы не смотрели с чехи в подзорную трубу, когда я с вашим ребенком ходила? На качели. Гуляла. Во-первых, ты никуда не ходила. Ты никуда не ездила. Бабушка, меня не любит. Мама, меня не любит. Меня все бросили. Ты убрала моего ребенка. Ты говорила, что она придурочная, дебильная. Да вы что? Наталья, вы близкая подруга Ольги. Прошу, говорите. Я вообще-то обвиняю больше всего мамашу, которая в Чехии, которая отдала ребенка. Ребенок сам себе выдирал волосы. Она ходила полулысая. Я не вру, а видела. Потом она сама себе брала, выдирала вот так вот за ногу. За ногу делала синяки. Это сама видела. То есть ребенок умышленно наносил себе телесные повреждения. Да, мы видели. Анна, скажите, чем это может быть вызвано? О каких психических отклонениях в развитии четырехлетнего ребенка могут свидетельствовать эти факты, если это было на самом деле? Сейчас один момент. Травмы психологические, ну, видны на лицо. Это исходя из того, как обращались с ребенком, собственно говоря, с момента его рождения. То есть, естественно, ребенок рождается совершенно чист, вы же знаете, с одним темпераментом врожденным и приобретенными психологическими предрасположенностью. Ну, они не экстрасенсы, они по фотографии не определяют характер вашего ребенка. Подождите, Стоп, у меня есть один простой вопрос, на который бы я хотел получить ответ. О чем свидетельствует то, что четырехлетняя девочка умышленно делает себе больно, щипает себя, выдергивает волосы, бьется головой о стену? Ну, потому что ребенок не понимает, что значит хорошо или жестоко или по любви. То есть, он наносит себе телесный какой-либо вред в связи с тем, что пытается наказать за какую-то провинность. Могли так себя ребенок наказывать за то, что рядом с ним нет его мамы? Конечно. Вас не удивляет, что ребенок чужую женщину называл мамой. Трех людей. Не называла. Микрофон, пожалуйста, говорите. Называла. Совершенно не важно каких. Совершенно не важно каких. Ребенок уже в земле. Как вы можете оскорблять моего ребенка? Объясните, девушка. Я не оскорбляю. Нет, вы оскорбляете. Говорите в микрофон, пожалуйста. Говорите, что она ненормальная. Что вы сплетничаете? Меня интересует... Вы разбираете убийство? Кто убил ребенка непосредственно? Хорошо. Кто убил ребенка, на ваш взгляд? Как кто убил ребенка? Вот семья их убила. Вот. Почему вы так считаете? Ребенка хоронили, он весь черный, уголь. Что вы имеете в виду, говоря, что он черный? Загримировать не могли. Избитый? Он весь черный был. У нее были сынники по всему телу. Я 15 минут стояла над этим ребенком, откачивала его. И я видела эту смерть. Не вы. А если хотите знать, кто убил ребенка, так это убила ее дочь. И она тоже. Потому что, понимаете, они лишили этого ребенка любви к ним. Дядя есть один, второй здесь. Получается, они обе две кукушки, блин. А скажите, пожалуйста, Оля, а зачем вы взяли ребенка чужого? Дмитрий, а кто эти женщины? Вы своим детям не можете дать любовь. Дети, звери, они это не дети. Подруги бабушки. Когда они дверью прищемляли Олю, Люсю закрыли дверью. А почему вы взяли внучки своей подруги к себе, подержать два места? Почему вы этого не сделали? А тоже обстоятельства? Потому что Оля мне не предлагала. Почему ваша подруга не сказала, что, вы знаете, там пятеро детей, там моя внучка, заберите к себе, я приеду через три недели, отблагодарю вас, заберу ребенка к себе. Почему так не сделали? Почему ваш внучек отказался сидеть с... Ну, кстати, это вполне резонный вопрос. Почему дядя, родной дядя, ваш сын, родной брат вашей дочери отказался сидеть с этим ребенком? Что вы вернетесь через, там, три недели, через месяц? Я бы хотел, чтобы вы сейчас дали внятный ответ на этот вопрос. У него были семейные проблемы. Какие семейные проблемы стоят смерти вашей внучки? Без комментариев. Ваша внучка умерла. У него были семейные проблемы. Татьяна. Семейные проблемы у вас, а не у него. У меня вопрос к Наталье. Наталья, я знаю, что в свое время вы тоже находились в такой же ситуации. Люди уезжают зарабатывать деньги не из хороших побуждений, а действительно улучшить материальное положение семьи. Мне действительно пришлось уехать, когда ребенку было 4 года, и я оставила своего ребенка на своих родителей. Это твой родной ребенок, и действительно оставить его на кого-то, но даже на своих родителей это тоже тяжело, потому что ты можешь вернуться, а он может тебя забыть и называть себя тетей, а не мамой. Как часто получалось созваниваться? Не так часто. На самом деле не так часто. Но, знаете, зная о том, что в данный момент он в хороших и надежных руках, то это немножечко, скажем так, успокаивает. Потому что это все-таки бабушка, дедушка и его родной дядя, можно так сказать. Давайте сделаем несколько шагов назад. Где вы были в тот момент, когда ваша дочь оставляла ребенка? Я была в Чехии. Хорошо. Вы с дочерью вообще общались по этому решению? Что вы делали в Чехии? Работали. Работали. Почему вы тогда вот с дочерью, вы работаете, вы думаете, что вот вы будете работать, зарабатывать деньги ради чего? Ради вот этой внучки? Так вы эту внучку просто отдали. Я внучку собирала забрать в сентябре. И Оля это знает. Я должна была 6 сентября приехать. Я осталась здесь навсегда. Хорошо. Правильно. Вы оставили внучку, да? Дочка приехала ко мне. Даже на этот вот месяц, вот в таких вот условиях. То есть как бы вы понимали... Я эти условия не знала, честно скажу. Так почему вы не интересовались, что такие условия, что... Потому что Оля мне рассказывала, что у нее прекрасная семья. Поверьте, это ситуация для меня. Это конец моей жизни. Ну, в первую очередь, виноваты вы. Понимаете, что бы не происходило? Да я бы себя убил, если бы я своего ребенка отдал чужому. Татьяна, у нас есть видео, которое иллюстрирует то, в каких условиях жила ваша внучка. Давайте посмотрим. Вы это видели? Ну вот у меня Настя, Ярик и Люся. Они спали здесь. Это двуспальный огромный диван. Если видите, даже по габаритам он здоровый. Тут даже усесться взрослым могут трое человек. Грали, они все тоже здесь. Телевизор здесь. Это все в одной комнате, да? Ну, это просто сейчас бардак. В одной комнате живет? Тут вещи, я же говорю. Каточки оставила. Ну, вот ее пупсик лежит. Это самая ее любимая игрушка. Это ее Оля с Чехией привезла. Вы видели, да, в каких условиях она жила? То есть вы, как бабушка, если не хватает, простите, мозгов у вашей дочки, чтобы позаботиться о ребенке, ну вы же бабушка, вроде при памяти. Неужели вас это не удивляет вообще, что чужой человек взял ребенка? Вы знаете, я тоже чужого ребенка смотрела. И у меня есть женщина, которая меня смотрит уже с пяти лет. Чужая женщина. Подождите, ну смотрите, хорошо, если вы считаете, что это нормально, какие претензии, Коле? Нормально убить ребенка? Связи с ребенком нет. Вы надеялись, что будет связь? Мы разговаривали с Люсей по телефону. По телефону. И что Люся говорила? Ну что говорила? Говорила, все классно, мне нравится, можете не приезжать. Ничего не знаю. Вы знаете, скорее всего, это был просто формальный разговор. Здравствуй, доченька, как ты? Хорошо? Хорошо. Ну, до свидания. Да вы знаете, я спокойно спать бы не мог, вы понимаете? А вы думаете, я спокойно сейчас сплю? Сейчас уже поздно, уже поздно, бабушка. Вы уже все проспали, вы все прозаработали. Сколько вы заработали за месяц, сидя в Чехии? Вы потеряли ребенка, пусть вы там пять тысяч долларов или евро заработали. Ради чего? Ради чего вы теперь живете? Не ради чего, так мне пойти сейчас, что мне сделать? Нет, так вдруг раньше надо было. Я просто хочу, чтобы она ответила за свой поступок, за убийство. И вам станет легче? Ну пусть она сядет в тюрьму, у нее будет пять сирот. Подождите, вам станет легче? У нее будет пять сирот? Да. Это сироты? Это ей изверги. У меня простой вопрос. Кто убил вашу внучку? Ответьте мне на простой вопрос. Кто ее убил, по-вашему? Я считаю, Оля. Лично свою внучку. А ваша дочь, когда отдала ей, у вас что, ее насильно отняли? Нет, не насильно. Но это другой разговор. Вы знаете, вот я увидел по телевизору маленький гроб. Для меня дальше ваше собачение между собой. Я как-то вот, мне стало это все-все равно. Увидев гроб с ребенком, мне все остальное плевать. Поэтому я спрашиваю у вас. Вы пришли за справедливостью. Я считаю, что вы обе убийцы. И третий убийца в Чехии. Вы все понесете ответственность? Или мы забьем ногами только Ольгу здесь? А потом четвертуем ее детей за то, что они убили. Как? Как вы хотите? Ну, я считаю, таких детей надо лечить просто, не четвертовать. Я спросил не так. Таких родителей надо лечить. АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно же, мы на этой программе хотели видеть и маму погибшей девочки. Очень хотелось бы узнать, что она думает о случившемся. Но, к сожалению, мама не приехала на нашу программу. Что, впрочем, неудивительно. Ведь Ольга Баринова не приехала даже на похороны единственной дочери. Мне этот поступок очень сложно объяснить и крайне сложно понять. Но мы взяли интервью у нее в Чехии, и мы готовы его показать. Возможно, вам будет понятна эта ситуация. Давайте посмотрим. Оля, а почему вы на похорону не смогли поехать? Просто мы так решили, что просто если я сейчас хочу документы доделать, мне нормально, тогда, конечно, съезжу. И сейчас, если я просто кину чайки, то мне просто дадут депортацию. На Украине на рынке за 50 гривен я работаю. Татьяна, как так вы смогли воспитать свою дочь, что она не поехала на похороны к родному ребенку из-за того, что боялась потерять возможность въезжать в Чехию? Ну, потому что я ее не разрешила. Что? Я ее сюда не разрешила. То есть вы подумали, пусть себе устраивает жизнь нормально, а внучка уже нет. Не устраивает, потому что я не хочу какой-нибудь еще трагедии. А, то есть она села, да? Вы же слышали, лучше нормальный гробик ребенку купить. Памятник поставить, а тут за 50 гривен на рынке стоять. Вы сейчас здесь? Да. Вы понимаете, что вы обе в равной, абсолютно в равной степени виноваты в гибели Леси? Вполне понимаю. Вы это понимаете? Хорошо, я плохая бабушка, у меня плохая дочь. Я согласна. Судите меня, как хотите. Но убить ребенка в доме с такими побоями, вы можете себе представить, что этот ребенок чувствовал? Я могу. Я не сплю ночами. И вообще, моя жизнь закончилась. Но я все равно справедливости добьюсь. Все равно, Оля, я добьюсь этой справедливости. Я вас понял. И тебя лишат материнства. И твои дети будут лечиться. Потому что это ненормально. Я никогда не видела, чтобы семилетняя девочка убивала четырехлетнюю. Но вы знаете, от того, что Ольга понесет какое-то наказание, какое-то наказание понесут ее дети, ведь Люся от этого не воскреснет. И что, оставить это? Вот так вот все оставить? Татьяна, а как вы поможете сейчас своей внучке, если вы начнете вот эту тяжбу сейчас? Я? Мне кажется, что вам вообще, Татьяна, нужно сейчас сесть тихонько дома, подумать о своей жизни, о себе. Я горько думала уже два месяца. Поверьте мне, горько. А вы, Татьяна, я хочу защитить честь своего ребенка. Знаете, что вы хотите, Татьяна? Вы хотите одного. Чтобы ваша дочь не отвечала за это убийство. Моя дочь ответила уже перед Богом, понимаете? Всю ответственность возложить на Ольгу. Моя дочь ответила перед Богом. А чтобы ваша дочь до конца жизни скрывалась в Чехии и жила счастливой жизнью. И вы поедете к ней дальше устраивать ее жизнь. И все. Золотые слова. Мне кажется, что у вас сейчас злости гораздо больше, Нет у меня злости. чем любви. Вы хотите отомстить. Я не хочу отомстить. Я хочу справедливости. Оль, вам бы я хотел сказать следующее. Я не знаю, кто в этом виноват и кто будет нести за это ответственность. Но мне кажется, вам нужно пересмотреть свои взгляды на воспитание детей. Я совершенно согласна. А кто будет отвечать по поводу этого? Знаете, честно говоря, хотелось бы, чтобы на суде, если вы такого этого хотите, отвечали я и Оля. Потому что мы обе виноваты в этом. И я думаю, это будет справедливо. В истории Люсеньки и дальше будут разбираться следствия. И хотя никто не хочет признавать свои вины, факт остается фактом. Маленькой Люси уже нет в живых. А все могло бы быть по-другому, если бы мама была рядом. Маленькой Люси уже нет в живых. Маленькой Люси уже нет в живых. Маленькой Люси уже нет в живых.